Тот 1982 год начался с похорон государственного значения. Пышными похоронами и закончился. Весь год кремлевским гробовщикам хватало работы. Последняя из этой вереницы смертей изменила судьбу нашей страны. Но не связана ли она с загадочным уходом из жизни тех, кто был верной опорой Кремля? В газетах о реальных обстоятельствах внезапной смерти первого заместителя председателя КГБ СССР, члена ЦК партии и генерала армии Семена Кузьмича Цвигуна, разумеется, не было ни слова. Но поразительным образом кто-то проведал о том, как именно ушел из жизни Семен Кузьмич. И слух о том, что один из самых доверенных людей генерального секретаря пустил себе пулю в лоб, распространился по Москве. Но почему любимец Брежнева покончил с собой? Люди терялись в догадках. Смерть генерала госбезопасности Цвигуна стала первым драматическим событием памятного 1982 года, когда жизнь страны переломилась. Вслед за Цвигуном неожиданно умирает второй человек в партии, член политбюро и секретарь ЦК Михаил Андреевич Суслов. А закончится этот решающий в истории Советского Союза год уходом из жизни самого Леонида Ильича Брежнева. В кресле хозяина страны его смерит Юрий Владимирович Андропов и начнется новая эпоха. Разумеется, в начале года никто не мог предвидеть такого развития событий. Но смерть первого заместителя председателя КГБ наложила мрачный отпечаток на все происходившее в государстве. И сразу же пошли разговоры о том, что не все так просто. Генерал Цвигун умер не своей смертью. Самым верным доказательством того, что Цвигун ушел из жизни не совсем обычным путем, было отсутствие подписи Брежнева под некрологом. Центральный комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР с глубоким прискорбием известили страну о том, что после тяжелой и продолжительной болезни скончался Семен Кузьмич Цвигун. Но раз генеральный секретарь не поставил свою подпись, значит что-то не так? Брежнев не подписал некролог. И Брежнев не поехал прощаться в клуб Дзержинского с ним. Это у Брежнева, вы знаете, еще не успеет кто-то. Глаза закрыты, а он уже плакал. Брежнев всех провожал со слезами. Все решили, что за смертью Цвигуна стоит что-то политическое. Тем более, что вслед за ним буквально через несколько дней скончался Михаил Андреевич Суслов. А не связаны ли между собой их смерти? Не произошло ли в стране нечто тайное и драматическое, что стоило жизни и тому, и другому? Люди, более осведомленные в нравах тогдашней Москвы, пришли к выводу, что Цвигун оказался в центре скандала вокруг дочери генерального секретаря Галины Брежневой. В обществе в ту пору активно обсуждались любовные похождения Галины Леонидовны, ее близкие отношения с некоторыми сомнительными персонажами. Пошли разговоры о том, что этот Цвигун приказал арестовать Бориса Ивановича Буряца, интимного друга Галины Брежневой. Ему было тогда 29 лет, намного меньше, чем Галине. Бориса Буряца называли цыганом, потому что он пел в театре ромэн. В реальности он был молдаванином. После знакомства с Галиной Леонидовной стал солистом Большого театра. Борис Буряца вел завидно веселый образ жизни и ездил на Мерседесе, что в те годы было еще большой редкостью. Незадолго до всех этих загадочных смертей 30 декабря 1981-го под Новый год в Москве произошло громкое ограбление. Неизвестные похитили коллекцию бриллиантов у знаменитой дрессировщицы Львов, народной артистки СССР, героя социалистического труда Ирины Бугримовой. Рассказывали, что в число подозреваемых попал Борис Буряца. Его арестовали, но он вроде бы успел попросить о помощи Галину Брежневу. Так всплыло имя дочери генерального секретаря. А следствие по делу об украденных бриллиантах и других аферах, в которых фигурировало имя Галины Брежневой, как считалось, курировал генерал Цвигун. И когда ему стало ясно, что все нити ведут в брежневское семейство, Цвигун, рассказывали, собрал материалы о сомнительных связях дочери генерального секретаря и отправился в ЦК КПСС к Суслову. Семен Кузьмич выложил на стол результаты работы следственной группы и попросил разрешение провести допрос Галины Леонидовны Брежневой. Михаил Андреевич, говорили, пришел в бешенство и буквально выгнал из своего кабинета Цвигуна, запретив допрашивать дочь генерального секретаря. Генерал пришел домой и застрелился. А Суслов так разнервничался, что у него случился инсульт. Его в бессознательном состоянии отвезли из ЦК в спецбольницу, где он вскоре умер. Версия казалась более чем убедительной. Потом, когда арестовали и осудили мужа Галины Брежневой, бывшего первого заместителя министра внутренних дел Юрия Михайловича Чурбанова, разговоры о том, что семья генерального секретаря погрязла в коррупции, получили подтверждение. И по сей день многие уверены, что генерал Цвигун расстался с жизнью, потому что посмел заняться сомнительными делишками Брежневской семьи. Семен Кузьмич Цвигун был на 11 лет моложе Брежнева. Окончил Одесский педагогический институт, работал учителем, директором школы. С осени 1939 года служил в наркомате внутренних дел. В 1946 году он получил назначение в Министерство государственной безопасности Молдавии, где познакомился с Леонидом Ильичем, когда тот с 1950 по 1952 год работал первым секретарем республиканского ЦК. Брежнев проникся к Семену Кузьмичу симпатии, которую сохранил до конца жизни. Леонид Ильич не забывал старых знакомых, помогал им. Он вообще обладал завидным даром поддерживать добрые отношения с нужными людьми, и они ему преданно служили. Особое значение Брежнев придавал кадрам госбезопасности, сам отбирал туда доверенных людей. В этой брежневской когорте ведущую роль играли два генерала – Семен Кузьмич Цвигун и Георгий Карпович Цинев. Цвигун и Цинев к моменту избрания Брежнева главой партии уже давно работали в Комитете госбезопасности. Но с тогдашним председателем Комитета Владимиром Ефимовичем Семичастным отношения у них не складывались. Семичастный не спешил подлаживаться под брежневских людей. Он чувствовал себя уверенно и по характеру был самостоятельным, и к тому же принадлежал к мощной группе комсомольцев, соратников члена Политбюро Александра Николаевича Шелепина. Семену Цвигуна Семичастный отправил председателем Комитета госбезопасности в Азербайджан. А Георгия Цинева хотел назначить начальником высшей школы КГБ. У Цинева с Брежневым сложились особые отношения. Георгий Карпович был другом семьи Брежневых, в их квартире и на даче чувствовал себя как дом. Брежнев приехал с Инди, позвонил мне, говорит, слушай, я хотел бы вас с Сашей пригласить на обед с супругами. Я говорю, ну приглашайте, мы не откажемся, я думаю. Я во всяком случае не откажусь. Ну я вот с Сашей поговорю, ну звоните, мне Шелепин тут же звонит. Тебя, я говорю, да. Ну и мы пошли туда, на эту самую, на Кутузовскую эту, на эту его квартиру. Да, накануне уже день, а он нам сувениры привез и решил, видно, вручить там. У меня такие два стоят слона, деревянные, красивые такие, сцепившиеся клыками, борющиеся слоны. Красивые, очень хорошие. И Саше что-то нам подарит, Александр Николаевич. А вечером он звонит, слушай, ты не будешь возражать, если на обеде ценёк будет супруг? Я говорю, а что вы меня спрашиваете, вы хозяин, Ленис? Не, ну он же подчинённый твой, знаешь, видно, не очень удобно. Сам же чувствует. Сам же задаёт мне этот вопрос. И, да вот, и Саша, бывший его начальник, и ты, и я. Ленис Ильич, вы хозяин, вы приглашаете. Кто, что, мне неудобно даже спрашивать, а кто ещё будет? Это, я говорю, так не положено, наверное, гостям интересоваться. Как вы найдёте нужное? И когда мы пришли, да, он говорит. Но, за столом я почувствовал, он в доме. На правах, понимаете, ну, даже старшего сына, да нет, в общем, такого домашнего и такого уж завсегдата. Чекист – профессия особая. Брежнев сменил семичастного на Андропова и сразу попросил вернуть Цвигуна из Азербайджана. Юрий Владимирович понимал Брежнева с полуслова. Через три дня Семён Кузьмич стал заместителем председателя КГБ. Ещё через день Ценёва утвердили членом коллегии КГБ. В 1970 году он станет зампредом. Цвигун и Ценёв повсюду сопровождали Андропова. Следили за тем, кого принимал Юрий Владимирович. Бесцеремонно располагались в его кабинете, чтобы присутствовать при важном разговоре. Так что Леонид Рич знал каждый шаг председателя комитета госбезопасности. Я бы не выдержал никогда. Я бы поставил принципиальный вопрос. Уберите или я уйду. Цвигун и Ценёв получили звание генерала армии, как и Андропов. Хотя по логике вещей должны были в воинской иерархии стоять на ступеньку ниже своего начальника. Обоим Брежнев дал по золотой звезде героя социалистического труда. При этом Цвигун и Ценёв между собой не ладили. Это тоже устраивало Леонида Ильича. Благодушный по характеру Цвигун никого особо не обижал, поэтому оставил о себе неплохую память. Семён Кузьмич увлёкся литературным творчеством. Начал с документальных книг о происках империалистов. А вскоре стали появляться романы и киносценарии под прозрачным псевдонимом «Эс. Днепров». Осведомлённым людям известны имена профессиональных литераторов, которые помогали Цвигуну. В фильмах, поставленных по его сценариям, главного героя, которого Цвигун писал с себя, играл Вячеслав Тихонов. Семён Кузьмич не был похож на популярного артиста, кумира тех лет, но, вероятно, в мечтах видел себя именно таким. Цвигун под псевдонимом генерал-полковник СК Мишин был и главным военным консультантом знаменитого фильма «17 мгновенной весны», поставленного Татьяной Леозновой по сценарию Юлиана Семёнова. По какому коридору? По нашему коридору. Штилиц идёт по нашему коридору. К Годеллу относятся спустя рукава, что он больше пишет сценарии, книги и ставит фильмы. «Ну как, чтобы у меня первый зам писал?» Я бы вызвал и сказал, «У тебя здорово получается, иди в Союз писателей». «Зачем мне первый зам, который пишет сценарии книги?» Брежнева страсть Цвигуна к изящным искусствам не смущала. Он снисходительно относился к мелким человеческим слабостям преданных людей. Семёну Кузьмичу поручались важнейшие кадровые дела. Взаимоотношения между госбезопасностью и партийными чиновниками никогда не были простыми. Формально КГБ подчинялся партии. Фактически органы госбезопасности выполняли приказы одного человека – генерального секретаря. Никто другой в их дела лезть не смеет. Бывший секретарь Ленинградского обкома партии, а затем министр культуры Василий Георгиевич Захаров рассказывал, как к нему пришёл главный балетмейстер кировского балета Олег Михайлович Виноградов. Труппа уезжала на гастроли в Париж, а главного балетмейстера госбезопасность не пускала за границу. Секретарь обкома позвонил начальнику областного управления КГБ генералу Данилу Петровичу Носареву. Генерал сказал, что ему не нравится моральный облик руководителя, так что в Париж он не поедет. Секретарь обкома пошёл к руководителю города. Им был член политбюро Григорий Васильевич Романов, который сразу понял, что возникнет громкий международный скандал с серьёзными политическими последствиями. Он сам позвонил начальнику Ленинградского КГБ, но тот ответил, что мнение своего не изменит. Генерал Носарев, выходец из военной контрразведки, вёл себя грубо и с ума уверенно, потому что был ставленником Ценёва. А Романов пришёл в ярость, членам политбюро не отказывают, и позвонил в Москву Андропову. Председатель КГБ получил возможность оказать личную любезность коллеге по политбюро. Ленинградский балет уехал на гастроли в полном составе. В принципе, существовали определённые нормы отношений между первым секретарём и местным начальником госбезопасности. Я отлично понимал, что у него есть свои инструкции, что можно, что нельзя, о чём можно говорить, о чём нельзя. Вот. Он был, мне кажется, уже человеком другого склада. Это не был человек сталинской закалки. Вот. Я любопытства не проявлял, чем они там занимаются. Если возникали какие-то вопросы, пожалуйста, мы обсуждали. Он мне докладывал обстановку общую в городе. А нужна была первому секретарю информация органов госбезопасности? Мне не нужна была никакая информация. Я был в курсе всего, что делал в Москве. Что рабочий, что на рабочем месте начнёт контрреволюцией какой-нибудь заниматься, я говорю в кавычках. Да чепуха вся эта. Местные органы КГБ докладывали своему начальству на Лубянке обо всём, что происходит в городе, области или крае. И первый секретарь не знал, что именно они сообщают. Обычно партийные руководители пытались уговорить своих чекистов не докладывать наверх о каких-то неприятностях или чрезвычайных ситуациях. Система была ГТС. Я подписываю шифровку, она здесь автоматически размножается. И без визы председателя комитета госбезопасности она идёт уже в рассылку руководителям страны, если её содержание соответствует определённым критериям. То есть в данном случае руководитель области или края, он отдаёт себе отчёт, что вот эта информация, она сразу пройдёт. Ему звонок последует не от председателя комитета госбезопасности, а последует от его непосредственного руководителя или в ТК КПСС, или позвонят из Совета министров и будут спрашивать её, потому что это у вас приключилось, что случилось. Первый секретарь в районе, городе или области был как под стеклянным колпаком. Каждый в ушах становился известен, и ни один свой грешок утаить он не мог. Местные чекисты знали о своём секретаре всё. А как поступал председатель КГБ, если начальник областного управления докладывал ему о сомнительных поступках первого секретаря? Это не напишет в бумаге, это он на личной встрече может. И может только один на один со мной. Он никогда не доложит моим замам, это они знали тоже очень хорошо. И никогда в аппарате он никому, ни оперативному работнику, ни начальнику главка, никому. Он обязан приехать или специально напроситься у меня получить разрешение прибыть по особому вопросу. Или он, будучи здесь по каким-то делам, просится ко мне на личный приём и рассказывает свои, понимаете, впечатления, своё мнение. Иногда просто проверяет у меня, как, или советуется, как мне быть. А мнение Комитета госбезопасности о сотрудниках партийного аппарата имело значение для руководства партии? Никогда, никогда, честно я говорю, и никогда я не спрашивал. И никогда я не спрашивал мнение КГБ. Это я вам честно скажу, абсолютно так сложилось как-то. Когда я работал первым секретарём. Хотя, может быть, как раз в Томской области и надо было бы обратиться, если бы я придерживал старых мерок. Почему? Потому что там много было родственников ссыльных. Если бы я начал по такому принципу там работать, так мне было бы трудно подобрать кадры. И для Цвигуна, и для Цинёва главным критерием оценки людей была лояльность и верность Леониду Ильичу. Георгий Карпович Цинёв контролировал 9-е управление КГБ, охрана членов Политбюро. И, как говорят, ведал прослушиванием высших государственных чиновников. Сами-то они об этом знали, думали? Я не думал об этом, чистосердечно вам скажу. Но мне говорили, мне говорили, что Егор Кузьмич нас прослушивает. И, наверное, прослушали. Но у меня такое, то ли характер был, то ли ещё, я не считался этим, чистосердечно. И на квартире, хотя знаю наверняка, где я в доме жил, там прослушивали. Потому что потом, когда уже поменялось, я знаю, что там какую-то аппаратуру демонтировали. Во всём КГБ один только Цинёв, разговаривая по телефону, не называл себя. Требовал, чтобы его узнавали по голосу. Став первым замом, кричал и на генералов. Георгия Карповича многие в комитете ненавидели. Он, не задумываясь, ломал людям судьбы. А Андропов старался подружиться с Цинёвым. Андропов спрашивает. Ну, хорошо, ты работал во втором главке контрразведка. У нас основной разведка и контрразведка, две основных, ради чего существует госбезопасность. В любом государстве, между прочим, не только в советском. Но почему тут контрразведка плохо работает? Я говорю, Георгий, да она и будет плохо работать. До тех пор, пока Цинёв будет начальником второго главка, не будет контрразведка хорошо работать. Он всех задергал. У него стиль сугубо солдафонский такой. Он всех задергал. Он не знает, что... Да он, кстати сказать, военную контрразведку знает, а в целом контрразведка не очень. Он говорит, слушай, ну а куда деваться? Ты знаешь его отношения с Леонида Личом. Так сказать, ты же должен меня понять. Я говорю, понимаю, Юрий Владимирович. Взгляды и оценки Цинёва сильно влияли на Брежнева. Скажем, у министра обороны маршала Андрея Антоновича Гречко сложились хорошие отношения с Леонидом Личом. Они были на тыль, дружили. Вначале да. Вначале да. А вот когда он стал членом политбюро Андрея Антоновича Гречко, что он почувствовал, что он уже силу имеет и так далее, как-то холоднее стал относиться Леонид Ильич к нему. Ну тут, нужно сказать, много моментов такие. Кто курировал с КГБ люди, министерство обороны? Цинёв. Цинёв не любил маршала Гречко. И военная контрразведка серьезно вмешивалась в армейские дела. Цинёв курировал ракетные войска, курировал генеральный штаб и так далее. Вот иногда показывал мне, что вы, Виктор Ильич, осторожнее, там вот вы там прижали, там где-то не то сказали. Ну, он тогда, наверное, не того напал человеку, который так свободно мог поддаваться ему. Генерал Цинёв присматривал и за политически неблагонадежными, не за диссидентами, а за теми государственными партийными чиновниками, кого подозревали в недостаточной преданности генеральному секретарю. Слушали, даже когда я уже был послом в Дании, все равно продолжали слушать. Я приезжал из Дании, садился за телефон, мне надо было связаться там по делам службы, но разговаривать было невозможно, треск там разный, значит. Тогда уже я возмущался и говорю, ну, хорошо, вы меня слушайте, это ваше дело, но вы мне не мешайте работать. Сразу все прекращалось. Брежневская когорта свято блюла интересы своего покровителя, понимая, что без него они и дня не продержатся в своих креслах. Фигун был одним из самых преданных Леониду Ильичу людей. Никогда в жизни он не сделал бы ничего, что могло ему повредить. Теперь уже известно, что никакого дела Галины Брежневой не существовало. Но она действительно была знакома с некоторыми людьми, попавшими в поле зрения правоохранительных органов. Начальником главного управления внутренних дел столицы был тогда выходец из комсомола Василий Петрович Трушин. Задержали как-то спекулянтку, рассказывал генерал Трушин. Через нее вышли на цыгана из Большого театра, который поставлял ей товары. От цыгана следы повели к Галине Брежневой. Цыган – это уже упоминавшийся Борис Буряцы. Но посадили его вовсе не за кражу бриллиантов. В 1982 году его приговорили к 7 годам тюремного заключения по статье 154, часть 2, спекуляция Уголовного кодекса РСФСР. Узнав о боресте Бориса Буряце, министр внутренних дел Николай Анисимович Щелоков, преданный Брежневу человек, перепугался. Распекал Трушина. Ты понимаешь, на что ты замахнулся. Как ты мог? Щелоков позвонил Андропову. Хотел посоветоваться. Но председатель КГБ даже слушать не стал. Ответил, что такие вопросы надо решать с Леонидом Ильичем. Щелоков недовольно сказал Трушину. Решай вопросы о Галине с ее мужем. Не впутывай меня в это дело. Мужем Галины был генерал-полковник Юрий Михайлович Чурбанов, первый заместитель министра внутренних дел СССР. Трушин доложил Чурбанову, что для следствия нужны показания Галины. Наутро Юрий Михайлович прислал ему заявление, подписанное Галиной Леонидовной, о том, что она Буряция не знает и дел с ним не имела. Занималась историей Бориса Буряция не госбезопасность, а милиция. Никому в руководстве КГБ и в голову не приходило расследовать деятельность дочери генерального секретаря. А Семен Кузьмич Свегун тут и вовсе был ни при чем. Так что не было ему нужды ни ходить к Суслову с мифическими документами, ни пускать себе пулю в лоб из-за Галины Леонидов. Но версиям нет числа. Шептались, что Свегуна будто бы вызвали в ЦК и обвинили в том, что он брал крупные взятки. Генерал попросил сутки на размышления и покончил с собой. И это тоже миф. Теперь, когда после его смерти прошло столько лет, известно, что взяток он не брал. А скажем, бывший председатель КГБ Семичастный полагал, что причина самоубийства Свегуна – откровенный разговор Андропова с Брежневым. Набрался смелости и получил возможность Брежневу сказать, что Свегун бездельник, что Свегун к делу относится спустя рукава. И главное, он всюду прикрывается вашими. А Леонид Ильич, уже будучи в таком состоянии, да, наверное, это так. И это дошло до тюрьмы. Это было последней каплей. Есть и другая, и еще более хитроумная версия. Семена Кузьмича убрали, чтобы он не мешал заговору против Брежнева. А заговор будто бы организовал Суслов, второй человек в партии, который решил воспользоваться неурядицами в семье генерального секретаря, чтобы самому взять власть. Вокруг Суслова ходит масса слухов, версий, мифов и легенд. Человек он был сложным, с тайными комплексами, очень скрытным. Есть литераторы, которые верят, что именно его Сталин хотел провозгласить своим наследником, да не успел. Из тех версий это самая смешная. Сталин, во-первых, умирать вовсе не собирался, а во-вторых, к своим подручным относился брезгливо-презрительно, и никого из них не мог представить на своем месте. Михаил Андреевич Суслов родился в ноябре 1902 года в деревне Шаховской Хвалынского уезда Саратовской губернии. В детстве болел туберкулезом и смертельно боялся возвращения болезни, поэтому всегда кутался и носил калоши. Единственный в брежневском окружении он не ездил на охоту, боялся простудиться, да и не интересовали его эти забавы. Историки часто задаются вопросом, отчего же Михаил Андреевич Суслов, который просидел в кресле секретаря ЦК КПСС 35 лет, поставив абсолютный рекорд, не стал главой партии и государства. Роль руководителя страны требует умения принимать неожиданные, неординарные и самостоятельные решения, не заглядывая в святцы. Хрущев это мог, Прежнев, пока не начал болеть, тоже мог. А Михаил Андреевич привык строго следовать канонам. Ни другим, ни себе он не позволял никаких вольностей, отклонений от генеральной линии, на всю жизнь усвоив, что шаг вправо или шаг влево приравнивается к побегу, и конвой стреляет без предупреждения. Партия особой заботы и внимания уделяет делу дальнейшего подъема культурного уровня. Молотов презрительно говорил о нем. Суслов – это провинциал в политике, большая зануда. В 1960 году Михаил Андреевич побывал в Англии. С помощью переводчика расспрашивал англичан о зарплате, ценах, жилье. В Манчестере пожелал заглянуть в один из двухэтажных домиков. Извлек из карманов пальто пару матрешек и протянул хозяину. Это вашим детишкам на память от дяди из Москвы. А перед детьми высыпал на стол горц карамели, которая также хранилась в бездонных карманах его пальто. Суслов с изумлением выяснил, что в доме из шести комнат, не считая ванной и кухни, живет всего одна семья. Покинув гостеприимных хозяев, бормотал. Да, в двухэтажном доме одна семья из четырех человек. Семья электрика. А вернувшись в Москву, потребовало от пропагандистского аппарата усилить работу по разоблачению западного образа жизни. Советские люди должны знать, как трудно там живется рабочему человеку. По складу мышления Суслов был, конечно же, сталинист. Но воспротивился в шестидесятые годы полной реабилитации Сталина, потому что это требовало отмены решений двадцатого съезда партии. А Суслов считал, что партия не должна показывать, что она ошибается. Над другими членами полетбюро часто издевались. Суслов не давал повода для анекдотов. Улыбку вызывали только его пристрастие к калушам и старого покроя костюмом. Его дочь Майя рассказывала, что отец сурово отчитал ее, когда она надела модный тогда брючный костюм и не пустил в таком виде за стол. Еще изумляла привычка Михаила Андреевича ездить со скоростью чуть ли не сорок километров в час. Никто не рисковал обгонять его машину. Первый секретарь Ленинградского обкома Василий Сергеевич Толстиков говорил в таких случаях. Сегодня обгонишь, завтра обгонишь, а послезавтра не на чем будет обгонять. На заседаниях политбюро Суслов сидел справа от генерального секретаря, но не выпячивал себя, неизменно повторял, так решил Леонид Ильич. Брежнев знал, что ему не надо бояться Суслова, тот не станет его подсиживать. Михаила Андреевича вполне устраивало место второго человека. Когда после Хрущева власть делили, были же намеки Суслова, чтобы он стал во главе, а Суслов нет, он выдвинул Брежнева. Брежнев, конечно, не мог лишиться Суслова, что он не будет подкапываться, он уже имел возможность, а вот не стал. Леонид Ильич презирал все свое окружение. Пожалуй, Суслов был единственным, кого Брежнев уважал и с кем считался. В последние годы, утратив способность работать, он еще больше полагался на Суслова. Говорил, надо спросить Мишу, и слово Суслова было последним. Брежнев повторял в своем кругу, если мне приходится уезжать, я чувствую себя спокойно, когда в Москве Михаил Андреевич. Леонид Ильич любил царствовать, а не править. Он охотно оставлял все текущие дела на Михаила Андреевича. Вот я помню, какой-то вопрос, какой вопрос не помню. Вдруг Михаил Андреевич говорит, нет, не будем принимать. Вскакивает Петровичев, значит, Михаил Андреевич, этот вопрос вот согласован с Леонидом Личем. Он спокойно говорит, я переговорю с ним. Не приняли, все. Все. Аппаратчики им восхищались. Но невозможно забыть то, что Суслов сделал со страной. Он был главным дирижером тотальной обработки умов, которая продолжалась десятилетиями и создала невероятно искаженную картину мира, где сосуществовали ложные нравственные ориентиры и мнимые кумиры. Брежневско-сусловская система закрепила привычку к лицемерию и фарисейству. Вроде бурных и продолжительных аплодисментов на собраниях и восторженного приветствия вождей. Любых вождей. Поэтесса Ольга Бергольц писала когда-то, на собрании целый день сидела, то голосовала, то угала. Как я от тоски не посидела, как я от стыда не померла. Как бы отнесся Михаил Андреевич к посетителю, который заговорил бы с ним о неладах в семье генерального секретаря. По неписанным правилам партийной этики все проблемы, связанные с семьей генсека, председатель КГБ обсуждал с ним один на один. И то, если ему хватало решимости. Однажды Андропов робко завел речь о том, что муж медсестры, который ухаживает за генеральным секретарем, много болтает. Может, есть смысл ее сменить? Имелось в виду, что между Брежневым и медсестрой возникли отношения, выходящие за рамки служебных. Брежнев жестко ответил Андропову, «Знаешь, Юрий, это моя проблема, и прошу больше ее никогда не затрагивать». Об этой беседе стало известно потому, что огорченный, испуганный Андропов пересказал ее начальнику кремлевской медицины академику Чазову, объясняя, почему он больше никогда не посмеет вести с генсеком разговоры подобного рода. Многоопытный Михаил Андреевич тем более не стал бы влезать в личные дела генерального секретаря. Да и не посмел бы никто прийти к Суслову с такими делами, зная его отношение к законам аппаратной жизни. Так что же произошло с генералом Цвигуном в тот январский день 82-го года? Семен Кузьмич давно и тяжело болел. У него нашли рак легкого. Сначала прогнозы врачей были оптимистическими. Операция прошла удачно. Казалось, пациент спасен. Но избавить его от страшной болезни врачам не удалось. Раковые клетки распространялись по организму. Он сильно страдал и состояние его ухудшалось буквально на глазах. Метастазы пошли в головной мозг. Цвигун стал заговариваться. В минуту просветления Цвигун принял мужественное решение прекратить страдания. Есть, конечно, ситуации, когда уже выбор как бы природа сделан и человек мучается. У человека боли, которые с трудом снимаются. или почти не снимаются. И, в общем-то, к сожалению, медики оказываются бессильными. И я считаю, что, в принципе, человек имеет право на свой выбор. Я понимаю, что как человек православный я не могу одобрительно отнестись вот к такому выбору. Я считаю, что до последнего вот всегда есть еще шанс. Но, тем не менее, человек должен внутренне иметь право выбора. И когда сильные, достойные люди делают такой выбор, то я к ним отношусь с уважением. Семен Кузьмич застрелился в дачном поселке Усово 19 января 82-го. Ему было 64 года. В тот день Цвигун почувствовал себя получше, вызвал машину и поехал на дачу. Там они немного выпили с водителем, который выполнял функции охранника, потом вышли погулять. И Семен Кузьмич неожиданно спросил, в порядке ли у того личное оружие. Тот удивленно кивнул. «Покажи», приказал Цвигун. Водитель вытащил из кобуры оружие и протянул генералу. Семен Кузьмич взял пистолет, снял его с предохранителя, загнал патрон в патронник, приставил пистолет к виску и выстрелил. Это произошло в четверть пятой. Брежнев был потрясен смертью старого товарища, очень переживал, но не поставил свою подпись под некрологом самоубийцы, как священники отказываются отпевать самоубийц и велят хоронить их за оградой кладбище. По неписанной партийной этике считалось, что настоящий коммунист не имеет права покончить с собой. За попытку уйти из жизни, если она оказывалась неудачной, строго наказывали по партийной линии. А что же приключилось с Михаилом Андреевичем Сусловым? Лечащему врачу Суслов жаловался на боли в левой руке и за грудиной, после даже непродолжительной прогулки. Опытные врачи сразу определили, что боли сердечного характера. У Михаила Андреевича развелась сильнейшая стенокардия. Провели исследования, установили атеросклероз сосудов сердца и коронарную недостаточность. Но Суслов категорически отверг диагноз. Вы все выдумываете, я не больной, это вы меня хотите сделать больным, я здоровый, а это у меня сустав ноет. Может быть, не хотел считать себя больным, чтобы не отправили на пенсию, может искренне не верил, что способен болеть, как и все другие люди. Тогда схитрили. В Соединенных Штатах заказали мазь, содержащую сердечные препараты, а Михаилу Андреевичу сказали, что она снимет боли в суставах. Суслов старательно втирал мазь в больную руку. Лекарство, как и следовало ожидать, помогло. Сердечные боли уменьшились. Михаил Андреевич был доволен, назидательно заметил врачам. Я же говорил, что болит рука. Стали применять мазь, и все прошло, а вы мне твердили, сердце, сердце. В январе 82-го второй человек в партии лег на обследование. Первоначально врачи не нашли у него ничего пугающего. А потом прямо в больнице случился инсульт. Он потерял сознание и уже не пришел в себя. Кровоизлияние в мозг было настолько обширным, что не оставляло никакой надежды. Лишившись надежной опоры, Брежнев искал Суслова замену. Вроде бы остановил свой выбор на Андропове. Сказал Юрию Владимировичу, что вернет его из КГБ в ЦК. когда Леонид Ильич ему позвонил, что ну ты займешь место Миши, перебирайся. Я, говорит, сказал, что я, так сказать, должен еще многое доделать по линии Комитета Госбезопасности. Он сказал, я все это знаю, но вот вместо Суслова будешь ты. Но проходит месяц за месяцем, а Брежнев медлит с окончательным решением. Колебался или присматривал кого-то другого на роль второго человека в партии? В это время между Брежневым и первым секретарем ЦК Компартии Украины Щербицким состоялся секретный разговор о кадровых делах. Андропов встревожился, понимая, что может за этим стоять. Щербицкий принадлежал к числу любимцев Брежнева. По словам бывшего члена Политбюро Вадима Александровича Медведева у генерального секретаря со Щербицким были самые тесные доверительные отношения. При его поддержке Брежнев решал самые щекотливые вопросы. Только через четыре месяца после смерти Суслова 24 мая 1982 Андропова наконец избрали секретарем ЦК. А председателем КГБ СССР неожиданно для всех стал Виталий Васильевич Федорчук, которого перевели из Киева. Он руководил госбезопасностью на Украине. Назначение Федорчука было неприятно Андропову. Он-то хотел оставить вместо себя на Лубянке другого человека, но возразить не посмел. Сам Федорчук не ожидал срочного вызова в Москву. Он рассказывает, позвонил ему Брежнев, точнее так, раздался в трубке аппарат ВЧ, звонок, снимает, Щербицкий. Виталий Алексеевич, сейчас с вами Леонид Ильинич будет разговаривать. Брежнев ему говорит, вот мы тут посоветовались в политбюро и решили на смену Андропову, которого выдвинули на работу в аппарат ЦК КПСС, назначить вас председателем ККБ. Федорчук, как он рассказывает, говорит, Леонид Ильинич, спасибо за доверие, но справлюсь ли? Беспокойство? Ничего, говорит, вы успешно работали на Украине, справитесь и с Союзом. Завтра высылаем за вами самолет, давайте, собирайтесь, приезжайте, приступайте к работе. Виталий Васильевич Федорчук проработал в Киеве 12 лет. В 70-м году его столь же неожиданно назначили председателем КГБ Украины. Назначение Федорчука в Киев было тогда необычной смены руководства Республиканского Комитета Госбезопасности о политической акции. Я думаю, что он приехал на Украину для того, чтобы выжить оттуда Шелестов. Это была главная задача, чтобы освободить место для Щербицкого. Хотя я уважал очень Щербицкого, и Щербицкого я считал выше по общему развитию и по всем данным, чем Шелеста. И, наверное, это правильно, но тут снова Днепропетровская шла линия и снова старые связи. Когда Брежнев стал главой партии, Украиной руководил Петр Ефим Шелест. А у Леонида Ильича была своя кандидатура на этот пост. Владимир Василь Щербицкий начинал партийную карьеру на родине Леонида Ильича в Непродзержинске. Помимо личных, у Брежнева были и иные мотивы. В Москве Шелеста подозревали в покровительстве националистов. Петр Ефимович, пожалуй, больше других киевских политиков любил Украину, украинский язык. Шелест опирался на настроение немалой части украинской интеллигенции, которая с горечью говорила о судьбе своего народа. А Щербицкий, как он сам говорил, стоял на позициях Богдана Хмельницкого, то есть полностью ориентировался на Москву. Щербицкий на пленумах и совещаниях выступал на русском языке. Он был человеком мнительным и заботился о том, чтобы Москве нравилось все, что он делает. После переезда Федорчука в Киев по всей Украине прошла волна арестов диссидентов, реальных и мнимых. Многие из них после перестройки станут видными деятелями культуры, депутатами украинского парламента. Как говорили тогда на Украине, когда в Москве стригут ногти, в Киеве рубят руки. Федорчук неустанно выискивал в республике идеологическую крамову и требовал ее искоренения. Если меры не принимались, с угрозой в голосе говорил, я информирую вовремя и остро, но нет должной реакции. Вскрытые Федорчуком преступные недостатки в сфере идеологии помогли Брежневу освободить кресло первого секретаря ЦК Компартии Украины для своего друга. Он ловко убрал шелеста и хозяином республики стал высокий стат Нощербицкий. Брежнев пристально следил за происходящим в Киеве. Он раза два или три приезжал на Украину один раз даже он артист большой значит на Тито встреча с Тито была у него на Украине в Киеве прием как раз а это он приехал уже в Баку когда он вручал в Баку орден или что ему там этот знаменитый перстень подарили и вот он сидел сиял на этом приеме с Тито этим перстнем я поразился генеральный секретарь с этим огромнейшим перстнем потом это попало же в эту самую перечень редких ювелирных изделий в мировой список понимаете этот который регистрируют и он сидел вот он как раз в это время когда провожаем Тито все министры там ну как обычно народа на Украине в Киеве это особенно они любят эти почести все народа сам и он Тито нет еще он приехал Щербицкий уже тогда Щербицкий первым был значит и мы там все и вот он ходит еще потом меня позвал обнял и мы перед всей толпой этой стоящей ходим по аэродрому в обнимку анекдоты друг другу рассказываем подошел Щербицкий что-то вмешался я распрощался и ушел но по Киеву пошел слух Владимир Ефимович забирает Москву ну хохол он еще ведь только запах сметаны он уже вареники чувствует и глотает люди знающие утверждают после смерти Суслова Леонид Ильич успокоил своего киевского друга моим преемником Андропов не станет после меня ты Володя будешь генеральным секретарем аппарат терялся в догадках зачем Федорчука срочно вернули из Киева а чего именно его назначили председателем союзного КГБ большого впечатления на окружающих Виталий Васильевич не произвать приехал с Украины по-моему очень серая бледная личность и какого-то контакта с ним у меня совершенно не было абсолютно по-моему с не очень большим интеллектом Брежнев сделал выбор в пользу Федорчука которого и сам не знал по совету генерала ценю сам Георгий Карпович по возрасту и состоянию здоровья возглавить комитет госбезопасности не мог Но назначение Федорчука могло быть более значительным шагом чем казалось со стороны Когда-то он обеспечил передачу власти на Украине в руки Щербицкого Может быть теперь ему предстояло исполнить такую же миссию в Москве? Бывший секретарь ЦК по кадрам Иван Васильевич Капитонов уверял что в середине октября 1982 года его вызвал Леонид Ильич Видишь это кресло спросил Брежнев указывая на свое В нем будет сидеть Щербицкий Все кадровые вопросы решая с учетом этого Мечтал ли Владимир Васильевич о первых ролях в стране? В кресле хозяина Украины он ощущал ограниченность своих возможностей Однажды с горечью сказал председателю республиканского КГБ Какая же самостоятельность республики если без согласования с Москвой я не могу решить вопрос о строительстве туалета на Крещатике? Но если Брежнев и обсуждал с ним вопрос о роли второго человека в партии с прицелом на первого то для Щербицкого это был конечно приятный но опасный разговор Если бы он проявил излишнюю заинтересованность то мог бы и разонравиться Леониду Ильичу не спешившему уходить Став председателем КГБ СССР Федорчук продолжал оглядываться на украинское руководство Перезванивался со Щербицким прислушивался к его советам и просьбам В аппарате отметили возросшую активность Щербицкого Андропов это видел Юрий Владимирович знал как многое в кадровых делах зависит от КГБ А с Андроповым Федорчук практически не общался Юрий Владимирович остерегался своего сменщика знал что правительственной связью ведают новые люди подозревал что теперь чекисты прослушивают и его телефон Назначение Федорчука лишило Андропова его единственной опоры аппарата госбезопасности Юрий Владимирович чувствовал себя неуверенно и пытался побыстрее вникнуть в чисто партийные дела спешил сформировать собственную команду опирался на Горбачева которого давно знал Когда Брежнев забрал Андропова в ЦК и сделал вторым секретарем стало ясно что больше всего шансов стать преемником у Юрия Владимировича в том составе Политбюро он был самым вероятным кандидатом на пост генерального Министр обороны Устинов на роль первого человека не претендовал и поддерживал Андропова Глава правительства Тихонов и министр иностранных дел Громыко никогда не работали в партийном аппарате Но Юрий Владимирович знал какие авансы делали Щербицкому и это заставляло его дополнительно нервничать Кто еще мог претендовать на кресло генерального Константин Устинович Черненко Бессменный руководитель общего отдела ЦК Брежнев в последние годы настолько доверял Черненко что, как говорят подписывал принесенные им бумаги не вникая в их суть Между ними установились весьма близкие доверительные отношения и Леонид Ильич давал Черненко поручения с которыми не обратился бы никому другому В ЦК ходили слухи что в одном из разговоров с Черненко Брежнев доверительно сказал ему Костя готовься принимать от меня дела Брежнев сделал его секретарем ЦК и членом Политбюро действительно видел Черненко своего преемника Насчет преемника нет Мне так казалось что нет что нет Думается что все-таки Андропов был в поле зрения Андропов был в поле зрения Брежнева видимо Горбачев нет однозначно нет О других не могу сказать О других не могу сказать есть всякие но что касается Черненко Черненко должен был оставаться Черненко для Брежнева Константин Устинович Черненко во всем уступал Андропову За несколько дней до смерти Брежнева Брежнев сказал на Политбюро что в случае моей болезни заседание будет проводить Юрий Владимирович Андропов это тоже было воспринято как знак он не говорил как Борис Николаевич Ельцин назывался его преемником но это как бы форма называния такая была 10 ноября 1982 года Брежнев ушел из жизни его место занял Андропов страна и мир гадали что принесет с собой новый руководитель страны какие идеи выдвинет и мало кто понимал что главный кабинет на старой площади занял тяжело больной человек чье земное время уже истекало смерти и генерала Цвигуна и Михаила Андреевича Суслова и самого Леонида Ильича Брежнева в 1982 году не было как видим ничего таинственного и если уж на то пошло главная загадка состоит в том каким образом все эти люди весьма скромных возможностей способностей вообще этот огромный слой чиновников малограмотных догматиков или предельных циников оказались во главе нашего государства и довели его до упадка который мог стать необратимым коммунистической партии Советского Союза Придёмся! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...